Андрей Величко Чарльз Крамп имел все основания пребывать в приподнятом настроении. Кажется, трудности, связанные с тем, что военно-морской флот не только не хотел давать заказы полностью независимой от него фирме, но вообще отрицательно относился к существованию ее и ей подобных, подошли к концу. Заказы, потерянные на внутреннем рынке, удалось компенсировать на внешнем. Причем, что удивительно, в России. Да, русские оказались очень придирчивыми заказчиками, но это искупалось тем, что платили они не только щедро, но и вовремя. Вот и за ледокол Ермак предпоследний из платежей пришел на два дня раньше срока. Последнюю часть, 130 тысяч долларов, Петербург заплатит после прибытия Ермака во Владивосток, в полном соответствии с договором. И сразу после этого можно будет приступать к следующему этапу. А он должен принести деньги, существенно превышающие полученные от постройки одного ледокола. Русские хотят, чтобы он, Крамп, построил им на Дальнем Востоке современный сводостроительный завод. Причем первая очередь должна войти в строй всего через полтора года. Сроки, конечно же, жесткие, но вполне реальные. Тем более, что Крамп решил рискнуть и начал подготовку проекта еще до получения аванса. И оказался прав. Ибо из Петербурга уже спрашивали, не помешает ли возведение завода во Владивостоке постройку двух броненосных крейсеров для российского флота в Филадельфии. «Ответ уже отправлен. Нет, не помешает. Высылайте техзадание и делегацию для оперативного решения первоочередных вопросов». В общем, Чарльз Генри Крамп вполне оправданно смотрел в будущее с оптимизмом. По другую сторону Атлантики капитан Антон Иванович Деникин в это же время испытывал похожие чувства, но все-таки к надежде примешивалась доля недоумения. Два года назад капитан, окончив Академию Генерального Штаба, тем не менее к нему причислен не был из-за каких-то интриг, проводимых генералом Сухотиным. Деникин, естественно, отправил жалобу военному министру, но очередь до нее, похоже, дошла только сейчас. И хотя она могла быть удовлетворена только с одобрения Его Величества, все равно было непонятно, почему вызов пришел не из канцелярии военного министра, а из императорского секретариата. Но вскоре выяснилось, что это было самое начало странностей. В секретариате, расположенном в Зимнем, после проверки документов сообщили, что Деникину надлежит немедленно отправиться в Гатчину. Автомобиль уже ждет. Дорога до Гатчинского дворца отняла меньше часа, и тут документы проверяли уже дважды, сначала при въезде на территорию дворцового комплекса, а потом при входе во дворец. В общем, когда выяснилось, что Деникина примет сам Его Императорское Величество, капитан уже не очень удивился, хотя и не мог взять толк, зачем это понадобилось. Император начал именно с этого. Не волнуйтесь, Антон Иванович, ваша жалоба полностью удовлетворена, и сейчас решается вопрос, кто виноват в случившемся и как их наказать. Но побеседовать я с вами хочу по другой причине, и давайте без чинов. Меня зовут Александр Александрович. Так вот, начнем мы с того, что я задам вам три вопроса. Первый, в значительной мере риторический. Вам, я думаю, известно, кто такой Денис Давыдов и чем он занимался во время наполеоновского нашествия. — Разумеется, Александр Александрович. — Тогда вопрос номер два. Как, по-вашему, подобная тактика может иметь применение в условиях современной войны? Теперь Деникин ответил уже не сразу, а после примерно минуты раздумий. — Думаю, что да. Однако действенной она будет только в том случае, если война идет на нашей территории или на такой чужой, где население поддерживает русских. — Согласен, но с небольшой оговоркой. — Там, где никакого населения вообще нет или его очень мало, тоже может получиться неплохо. — И, наконец, третий вопрос. Не возьметесь ли вы сначала за теоретическую, а потом, возможно, и практическую проработку данного вопроса? — Место предполагаемых действий — остров Сахалин. Противник — японский десант. — Время? — Вот тут я не знаю. — Раньше, чем через пару лет, на нас вряд ли нападут. — И позже, чем через десять тоже. — Простите, Александр Александрович, но неужели вы опасаетесь японского нападения? — Силы же совершенно несоизмеримы. И в Токио это отлично понимают. Или? — Нет. Сам я ни на кого нападать не собираюсь. — Силы же? — Да. Они были несоизмеримы всего десять лет назад. Сейчас у нас еще сохраняется преимущество, но оно уже совсем небольшое. Если темпы развития Японии и России останутся на прежнем уровне, то самое большее через пять лет преимущество перейдет к японцам. Причем я опасаюсь, что на самом деле им и двух-трех лет хватит. — Разумеется, я не буду с вами спорить. — И зря. — Извините, что перебил. — Если вам кажется, что я где-то неправ, то прошу немедленно сообщать мне об этом. Не заботясь о приведении ваших возражений в обтекаемый вид. Я не обидчивый. Продолжайте, пожалуйста. — Александр Александрович, я не буду с вами спорить потому, что не чувствую себя компетентным в области высокой политики. А по сути дела разрешите вопрос. Если вы опасаетесь оккупации Сахалина, то почему бы не оборонять его традиционными методами? — Потому что война, если она все-таки начнется, тоже будет не совсем обычной. Каковы могут быть цели любой войны? Захват чужих или удержание своих территорий, а также получение каких-либо торговых или дипломатических преференций по результатам мирного договора. Банальный грабеж забыли. Но это не очень важно. Так вот. Мне кажется, что цели русско-японской войны, если она все-таки начнется, для обоих противников будут состоять в том, чтобы нанести оппоненту максимальный финансовый ущерб. И проиграет тот, у кого раньше кончатся деньги. Исходя из этого, оборонять территорию, на которой почти ничего нет, ни промышленности, ни особых материальных ценностей, ни даже хоть сколько-нибудь многочисленного населения, невыгодно. А вот ввести агрессора в неприемлемые расходы путем развертывания партизанских действий — другое дело. Но если на Сахалине, как вы говорите, почти ничего нет, то зачем его будут пытаться захватить японцы? Они и свой Хоккайдо толком освоить никак не могут. На Сахалине есть уголь, нефть и много чего еще. Все это пока в земле, но японцы наверняка уже задумываются о будущем. И люди найдутся. У них на островах тесно, а население растет. И главное, в Токио могут считать, что захват Сахалина не потребует больших усилий и расходов. Так вот, я хочу предложить вам сделать так, чтобы наших восточных соседей в конце концов постигло глубочайшее разочарование. Возьметесь? Так точно. Рад, что я в вас, кажется, не ошибся. Но вы вроде хотели задать еще один вопрос, и я примерно представляю, какой именно. Почему именно вы? Неужели не нашлось кого постарше и в более высоких чинах? Или задача столь мелкая, что для ее выполнения и простой капитан сгодится? Так? Да, Александр Александрович. Но мне казалось, что эти вопросы явно не из тех, которые следует задавать императору. А мне наоборот. Я готов ответить. Как по-вашему, у Александра Первого было мало генералов? Однако с задачей справился только Давыдов. Который, кстати, тогда был моложе, чем вы сейчас. Однако он был уже подполковником. Не волнуйтесь, и вы будете. Так вот, задачу предстоит решить, совершенно нестандартную. Ни в одном уставе не описанную. И для этого молодость не является преградой. Скорее, наоборот. Важность же вам порученного подтверждается самим фактом теперешней аудиенции. Вы же не думаете, что я лично беседую с каждым капитаном, отбывающим к новому месту службы. После того, как встреча с Деникиным закончилась, император достал из ящика лист бумаги с начерченной на нем таблицей и поставил галочку в одну из клеток. Таблица, хоть и не имела названия, отражала ход подготовки к грядущей войне. Примерно половина клеток в ней была уже заполнена, но Александр считал, что это еще не повод для неумеренного оптимизма. Ведь вторая-то половина пустая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok